Здесь, где горы снеговые, где к утесу льнет утес, Крепости свои вознес град, чье имя Амасия. Здесь, где крут скалистый скат, где растут леса густые, Царь понтийский Мехредат высек стены Амасии. В пору давних тех времен, в годы древние, глухие, Внуки Айка, горный склон, обживали здесь впервые. Это строчки из стихотворения Мартироса Крымецы, армянского поэта 15 века, историка и церковного деятеля. Он родился в Кафе, нынешняя Феодосия в Крыму. Вообще, армянская община одна из самых древних на полуострове. В Крыму даже есть армянский город, А количество церквей и других культурных памятников, Которые армяне оставляют после себя, где бы ни оказались, Как вы понимаете, тоже зашкаливает. Поэтому в сегодняшнем выпуске давай подумаем, Как и когда армяне оказались в Крыму, Какое наследство они оставили своим предкам на полуострове, Почему часть армян в 15 веке покинула Крым, И что произошло с армянской общиной Крыма после 2014 года. Армяне в Крыму начали появляться еще 2000 лет назад. Тогда армянский царь Тигран II был женат на Клеопатре, Дочери царя Понтийского царства, В состав которого как раз и входил Крым. В союзе они воевали против Рима. В составе воинств Понтийского царя было немало армян. Но сама община уже появилась чуть позже, в 11 веке, Когда после падения столицы Багратицкой Армении, Армяне стали массово попадать на полуостров И образовывать новую общину. С 11 века армяне расселяются на юго-востоке Крыма, В Кафе, Сугдея, это судак, А позднее в основанном крымскими татарами Эски Крыме, Старом Крыму. Кстати, в трех километрах от этого города Расположен монастырь Сурбхач, Построенный в середине 14 века. С начала 14 века армяне разворачивают в Крыму Активную деятельность. Занимаются строительством, ремеслами, Сельским хозяйством, торговлей и открывают школы. А вот уже в 15 веке, в 100-тысячной Кафе, Большая часть населения были армяне. Только в этом городе около 40 армянских церквей и монастырей. Значительное число армян жили еще и в Судаке и Бахчисарая. Город Кафа, по сути, был армянским, Но под управлением Генуэзской республики. Но это раньше было такое итальянское государство. Так вот, даже генуэзцы признавали всю юго-восточную часть Крыма армянской. И даже дали название Армения-Маритима. Морская Армения. Ох, как сладко это звучит сейчас, не правда ли? Армянское население Крыма начало резко сокращаться, Когда сюда пришли, как вы думаете, кто? Правильно, турки. Большинство перебралось на современную территорию Украины И в Кавказский город Черкесом. О Черкесах-Гаях мы с вами уже говорили. Очень интересный субэтнос образовался тогда И захватил весь Краснодарский край. Мирно захватил, конечно же. После присоединения Крыма к России в морскую Армению Постепенно стали прибывать армяне из Османской империи. Но тут надо вспомнить, что в 1778 году императрица Екатерина II, Чтобы ослабить влияние крымских ханов, Отделила наиболее платежеспособную часть населения. Как вы поняли, это были именно армяне. И по ее указу более 12 тысяч человек были переселены в Низовье Дон, Где армяне основали город Нор-Нахичевань. В дальнейшем русские императоры и их правительство признало право армян жить в Крыму. От царских властей они получили ряд льгот. Началось возрождение армянского присутствия в Тавриде. Ну, это старое название Крыма. В 1897 году на полуострове насчитывалось 9 тысяч армян, А в 1914 году около 15 тысяч. Рост происходил по мере притеснения армян все теми же турками-османами. Все прекрасно знают, что армяне очень трудолюбивые и талантливые. Это признают везде, где армяне появляются. Но и здесь крымские армяне не исключение. Я бы даже сказал, что крымчане с длинными носами Оказались в числе самых талантливых общин армян, разбросанных по всему миру. Вы просто посмотрите, какие имена связаны с крымскими армянами. Писатель Мартирос Крымеце, художник Суринянц, Композиторы Христофор Карамурза, Георг Налбандян, Адмирал Лазарь Серебряков и, конечно же, великий художник Иван Айвазовский. А еще армяне в Крыму открыли Армянское училище, среднее учебное заведение армянского меньшинства, основанное в 1858 году в городе Феодосия Гавриилом Айвазовским. Это, кстати говоря, брат великого художника. Ученики изучали разные языки – армянский, русский, французский, турецкий. Среди предметов училища были закон божий, история, география, физика, химия. Проводились также уроки физкультуры и рисования. По инициативе Гавриила Айвазовского в программу училища были включены новые предметы, такие как законоведение, бухгалтерия и естественные науки. Да что там говорить, в Крыму даже есть город Армянск. Он был основан в 18 веке армянами и греками и получил название «Эрмени базар», что по крымско-татарски значит «армянский рынок». Здесь армяне поначалу очень успешно торговали солью. Позже купцы Армянска переориентировались на сбыт овчин и шерсти. Город существует и по сей день. Во времена Второй мировой войны армяне Крыма, как и сам полуостров, сыграли очень важное значение в победе над фашистской Германией. Армяне проливали свою кровь, защищая Крым и его жителей. Так, 86-я стрелковая дивизия была одной из шести армянских дивизий в составе Красной армии. Армянские бойцы освобождали Керчь, Старый Крым, Карасу-Базар. В боях за Севастополь армянские воины участвовали в штурме высоты Горной. За мужество и героизм два полка дивизий удостоились почетных наименований «Севастопольские». Как вы понимаете, армяне за тысячелетие проживания на полуострове пережили практически все, что можно себе представить. Событие 2014 года, присоединение Крыма к России, период адаптации в новом для себя государстве, не стал каким-то серьезным ударом по армянству полуострова. Даже наоборот, по сообщениям председателя региональной национальной армянской общины Крыма, число армян после 2014 года удвоилось. По сведениям Министерства иностранных дел России, в Крыму проживает около 40 тысяч армян. В последние лет 10 ведутся очень серьезные споры. А чей же все-таки Крым? Эти споры привели к кровопролитию. Два братских народа воюют между собой уже много лет. Уничтожено много городов и мирных жителей. В России приводят свои аргументы, в Украине свои. В этот спор ненавязчиво подключаются еще и турки, напоминая, что они вообще-то тоже владели полуостровом. Хорошо, что итальянцы, в отличие от турков, адекватные и не напоминают всем про Генуэзскую республику. И вот, чтобы закончить все эти споры и остановить войну, я предлагаю признать Крым армянским. Аргументов у меня достаточно. До скорых встреч!